В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Первый советский ядерный центр. В 1946 году Московская комиссия выбрала территорию для создания секретного объекта СССР. Математика и математическое моделирование. В Саровском физтехе открылась Всероссийская научно-инновационная школа. Поэма о любви девятиклассники приняли участие в проекте «Читаем вслух». Далее расскажем обо всем подробно. В начале апреля 1946 года поселок Саров был выбран как место расположения первого советского ядерного центра. Это решение приняла Московская комиссия, перед участниками которой стояла цель найти место для создания самого секретного объекта СССР. На территории поселения был создан 550-й военный завод, а уже 19 апреля вышло постановление о создании ЗАТО. В 1946 году на территории будущего закрытого города был введен строжайший запрет на любую фотосъемку. Три фотографии на стенде в городском музее, единственные кадры, сделанные жителем тех мест на свой страх и риск. Место для создания самого закрытого города страны специальной комиссии искала и в Подмосковье, и на Урале, и в Казахстане. Но выбор остановили на затерянном лесах, старом монастыре, при котором был организован 550-й военный завод. Это место московской комиссии очень понравилось. Они целый день обошли все цеха, осмотрели. Им очень понравилось, что кругом этот завод находился в дремучем лесу. Еще одним фактором, сыгравшим в пользу поселка Саров, стало наличие своей электростанции, двух рек и расположенной узкоколейной железной дороги. Казалось бы, глухой угол, но час лету до Москвы. Представьте себе. А в округе еще металлургические комбинаты, заводы. Два-три часа, и они уже там что-то могут взять. Это ведь не на Урал ехать. На принятие такого важного решения у комиссии, в которую ходили Юрий Харитон, Павел Зернов и Иван Никитин, ушло всего несколько дней. По официальным данным, приезд группы из Москвы датируется 1-2 апреля 1946 года. А постановление о создании ЗАТО подписано 19-го числа того же месяца. 1 января 1947 года этот объект взяли за проволоку. И все. И уже кто, допустим, был за зоной, вот так они и остались. Вот к родственникам ушли, и все, они уже не могли сюда войти. До середины 60-х годов на территории Сарова соблюдался режим строжайшей секретности. Въезд и выезд ограничена личной корреспонденцией жителей города, проходила через сотрудников комитета госбезопасности. Но цель оправдывала средства. Все это позволило в кратчайшие сроки создать и испытать атомное оружие. 140 поддельных денежных купюр изъяты из оборота в Нижегородской области в 2018 году. Основная масса фальшивок – это купюра достоинством 5000 рублей. Также участились случаи подделки денежных знаком достоинства в 2000 рублей. Самыми популярными местами сбыта фальшивок являются рынки, коммерческие киоски, заправки и предприятия малого бизнеса. Как отличить оригинальную банкноту от поддельной, расскажем в следующем репортаже. Фальшивая купюра достоинством 5000 рублей попала на экспертизу криминалистам в начале марта. Ее обнаружили в одном из отделений банка. Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, эксперты-криминалисты определяют, каким образом подделана банкнота. Когда купюра на руках, очень важно посмотреть на просвет, введеную знак. На купонном поле на просвет видно, с одной стороны, изображение портрета человека, в зависимости от купюры, там разные исторические личности изображены. А на другом купонном поле номинал купюры. Крупные банкноты обычно печатают большими тиражами. Способов подделки множество. Специалисты ведут специальную картотеку, благодаря которой выявлено до 100 вариантов изготовления фальшивой купюры одного номинала. Защитная нить, кип-эффект, метки для людей со слабым зрением. Большую помощь в определении подделки может оказать номер банкноты. Сложить в районе номера купюры и провести ногтем. А если осыпается, значит подделка. На настоящие деньги никак не реагируют на это складывание, на механическое воздействие. Наиболее мелкие купюры фальшивые маньячики печатают на простом струйном принтере. Экземпляров подделок за раз выпускается немного. Отличить такую банкноту от настоящей очень просто. Краска на ней расплывается от воды. Послиняйте пальчик, протрите. Вот оно если размывается, там те картинки, неважно, текст. При большом хождении, если долго потеребить, она уже, видно, сама уже без воды размывается. Самыми подделываемыми считаются купюры достоинством 5 и 1 тысяч рублей. Чаще остальных встречаются фальшивки банкнот нового образца. Злоумышленники пользуются тем, что люди еще плохо знают, как должна выглядеть купюра, и не осведомлены о способах ее защиты. Гражданам надо быть всегда внимательным при оплате наличными денежными средствами, в том числе в магазинах, на рынках, также при получении зарплаты, либо какими-то иными там обменными способами в банках. За сбыт фальшивых денег законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободно на срок от 6 до 15 лет. С более подробной информацией о том, как отличить фальшивую купюру от настоящей, можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка России. Ковчег с частицей мощи Святой Блаженной Матроны Московской находится в эти дни в нашем городе. До 7 апреля он будет пребывать в храме всех святых, до 14 апреля в храме святых царственных страстотерпцев. Каждый день с 12 дня до 7 вечера перед ковчегом будут проходить молебны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Якимов проведет прием граждан. Встреча пройдет 10 апреля в 114 кабинете здания городской администрации. Начало в 17 часов. Предварительная запись по телефонам 385 49 и 38502. Саровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять два санатория Ильинская и Сергеевские минеральные воды, которые специализируются на лечении кожных и гастроэнтерологических заболеваний. Помимо этого, санаторий Ильинская работает и по общетерапевтическому профилю. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства. Саровчан приглашают на соревнования по тяжелой атлетике. Традиционный ежегодный турнир по становой тяге памяти мастера спорта СССР Занев Валеева пройдет 21 апреля в здании бассейна «Дельфин». Начало в 10 часов. Предварительные заявки от участников принимают по телефону 8 920 032 33 95 ежедневно, кроме субботы, с 4 до 8 вечера. Поддержка, защита прав и просто человеческое участие в судьбе каждого саровчанина с ограниченными возможностями здоровья. Саровское общество инвалидов занимается интеграцией человека с недугом в общество и помогает ему в социализации. О направлениях работы этой организации, проблемах и планах на будущее расскажем в следующем репортаже. Обозначить доступность общественных мест для людей с ограниченными возможностями через мобильные приложения, привлечь в ряды общественной организации новых участников, наладить постоянное взаимодействие и сотрудничество с городскими властями. Это только часть планов общества инвалидов на ближайшее будущее. В планах, конечно, организовать какой-то наподобие фонда по сбору каких-то, может, мизерных средств, кто поскольку может, которые будут направлены в помощь инвалидов. По последним данным, в Сарове проживает около 4 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В обществе инвалидов состоят менее половины из них. Между тем, организация выполняет важную для этой категории людей задачу, отстаивает их интерес на различных уровнях и занимается социализацией. Мы призываем всех инвалидов вступить в общество. Для чего? Чем более массово мы будем выглядеть на городском уровне, тем более городские какие-то власти, какие-то органы будут прислушиваться к нам. Членские взносы по 50 рублей в год для многих оказываются непосильными, так как почти весь доход уходит на лечение. Общество инвалидов оказывает поддержку всем и предоставляет нуждающимся на безвозмездной основе инвалидные кресла, костыли, ходунки. Но их количество ограничено, поэтому организация примет любую помощь для пополнения арсенала средств реабилитации. Не все могут оказать финансовую помощь и перечислить денежные средства. Но здесь всегда ждут добровольцев, которые помогут протереть от пыли, отремонтировать и разложить по стеллажам средства реабилитации. Сейчас организации нужны люди, которые приведут складское помещение в порядок. Помощь специалистов потребуется при ремонте инвалидных кресел. Нужно будет проверить их состояние и заменить сломанные детали. По всем вопросам обращаться по телефону 3 17 21 или 3 50 11. В Саровском физико-техническом институте открылась 13-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа математика и математическое моделирование. В течение нескольких дней будущие ученые примут участие в секциях по моделированию физических процессов и явлений, математическим методам в экономике и социологии, математическому моделированию в химии и многих других. В рамках школы запланировано проведение студенческой олимпиады по численному моделированию задач физики взрыва и ударов в комплексе «Мастер». По аудитории Саровского физтеха собрались делегации из 21 города, студенты и преподаватели 28 вузов и научно-исследовательских организаций. Все они готовы представить свои работы в области математики и математического моделирования на 13-й Всероссийской научно-инновационной школе. Вы являетесь создателями совершенно новой России, то есть новое поколение 21 века, оно в полной мере будет отвечать именно за создание нового облика России. Изначально молодежная научно-инновационная школа была площадкой для презентации исследований студентов, аспирантов и молодых ученых. Несколько лет назад к конференции присоединились школьники, которым интересны точные науки и те, кто уже рассматривает технические специальности как дальнейший профессиональный путь. На мой взгляд, вот эта школа и вот эта работа и вообще ваше увлечение, вот это направление имеет не просто, так сказать, там какое-то научное значение, это действительно очень перспективный, серьезный взгляд в будущее. В течение двух дней участники конференции будут работать на восьми секциях. Разработки молодых ученых будет оценивать жюри, в состав которого вошли специалисты ядерного центра и представители ведущих университетов. Это активно развивающаяся область и мы начинали когда-то с четырех секций стабильных, а потом мы уже стали открывать и матмоделирование в химии, и вот сейчас методы и модели цифровых технологий. По итогам работы секции будут определены победители и призеры. Также в рамках конференции пройдет олимпиада по численному моделированию задач физики взрыва и удара в комплексе «Мастер». Саровчане могут принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Свою грамотность можно будет проверить 13 апреля в 2 часа дня во второй гимназии. Автор текста для диктанта этого года – российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. На официальном сайте акции с 3 апреля будет открыта регистрация участников. Подробнее о том, как попасть на «Тотальный диктант» в нашем городе расскажем далее. Дикторы зачитывают текст, участники записывают его в специальных бланках, вспоминая правила грамматики, орфографии и пунктуации. 13 апреля в шестой раз саровчане сядут за школьные парты и примут участие в популярной всероссийской акции. Мы не подводим никакой статистики, не делаем вывод о грамотности населения, потому что это будут не объективные выводы однозначно, потому что уровень «Тотального диктанта» более сложный, нежели школьный диктант. При этом оценки за диктант выставляются по школьным нормам. В этом году столицей «Тотального диктанта» стал Таллин. Всего акция охватывает более 700 населенных пунктов по стране и за рубежом. Автором текста диктанта 2019 года стал известный писатель и критик Павел Басинский. Как и в прошлые годы предусмотрено онлайн мероприятие, то есть «Тотальный диктант» можно написать онлайн, но согласитесь, что впечатления от акции уже будут несколько другими, потому что подержать ручку, пописать от руки – возможность только очна. Работы проверят уже в день проведения диктанта. Результаты будут доступны после 18 апреля на сайте акции. Организаторы предлагают провести работу над ошибками. Она пройдет в день награждения отличников. Организаторы диктанта предполагают онлайн-консультацию по ошибкам. Мы предлагаем в дополнение к этому консультацию очную в гимназии номер 2, где учителя, которые проверяют, лично могут с вами пообщаться. Написать «Тотальный диктант» можно будет 13 апреля во второй гимназии, и начало в 2 часа дня. Предварительно можно пройти регистрацию на сайте всероссийской акции. Но эта процедура, как рассказывают организаторы, носит рекомендательный характер. Написать текст диктанта смогут все желающие. За три года существования проекта «Читаем вслух» в нем приняли участие более тысячи школьников. Ученики начальных классов, среднего звена, старшеклассники и учителя читают отрывки из классических произведений, романов и поэм отечественных и зарубежных писателей. На этот раз девятиклассники прочитали поэму «Люблю» Владимира Маяковского. На очередной встрече в рамках проекта «Дворца детского творчества» побывала наша съемочная группа. В этот раз на проекте «Читаем вслух» девятиклассники читали поэму «Люблю» Владимира Маяковского. Лирическое произведение разделено на 11 глав, каждая из которых посвящена отдельной теме. Я читала отрывок из поэмы «Люблю» главы «Мальчик», и эта глава описывала детство Маяковского. Я считаю, что основной характер человека закладывается в его детстве, и всегда детство именно великих таких людей, известных, оно всегда очень интересно. Критики считают «Люблю» одним из самых светлых произведений поэта. Он написал ее под влиянием сильного чувства к Лилии Брик и вложил в поэму только положительные эмоции. Будучи до безумия влюбленным в Брик, Маяковский посвящал ей многие творения, выходя далеко за рамки автора-агитатора. Лучше Маяковского советской поэзии о любви не писал никто. Так, чтобы вот он в дракузке сердце вырывал их и вышвыривал на обозрение всем, и делился своими эмоциями со всем миром. Если я чего написал, еще один стих о любви, который прочли старшеклассники, в нем Маяковский не просто говорит, он кричит о своих страстных чувствах. Если ты любишь, не будешь скуп ни на эмоции, ни на слова, ни на поступки. Этому в первую очередь учит поэт. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 10 апреля. Четвероклассники школ города прочитают слух сказки Павла Бажова из книги «Малахитовая шкатулка». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Осенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.